Буквально недавно на страницах Фейсбука появилась новость о том, что биосферный заповедник, который входит в состав тех заповедных зон, которые охраняет, в том числе и международная организация ЮНЕСКО, Мишустин из нашего правительства подписал распоряжение о преобразовании его части в биосферный полигон. Ну, наверное, для программы, может быть, и не стоит раскрывать полностью это понятие подробно, потому что все это можно найти в интернете. Но если кратко, то биосферный полигон – это та местность, которая, в общем-то, подразумевает возможность застройки территорий, которые охраняются у нас государством и международными природоохранными организациями. И, честно говоря, то, что сейчас может произойти конкретно с этой территорией, это, наверное, худший из прецедентов, который может случиться у нас в стране. На данный момент времени приблизительно 30 биосферных заповедников у нас находятся на территории государства. И каждый из них имел охранный статус, весьма серьезный, там, где невозможно было какая-то застройка. То есть охранные мероприятия, которые проводились на данных территориях, они весьма строгие. И, тем не менее, благодаря закону, который у нас существует в нашей стране, вот такой прецедент пытаются провести впервые. И закон этот был принят в 2016 году, пытались его облегчить, скажем так, для реализации. В 2019 году был заход, по счастью, получили на тот момент заключение отрицательное по ряду причин. Ну и, тем не менее, соответственно, вот все-таки у нас случился тот день, когда над нашими биосферными заповедниками, над оставшимися, скажем так, природными, нетронутыми ресурсами нашей страны, нависла вот такая угроза. И, честно говоря, есть мнение, что причина, исток, вернее, того, что происходит сегодня, как раз-таки в принятых в нашей стране поправках в Конституцию. Ну, я вот хотела, допустим, чтобы подробно об этом рассказал Анатолий, потому что тему он знает о том глубоко и изучал ее хорошо. Ну, собственно говоря, нам действительно задались вопросом, как вообще такое могло произойти, что некий объект всемирного природного наследия, которых, как правильно сказала Ольга, у нас в стране всего 36, если быть точным, вдруг упадает под программу строительства на нем горнолыжного курорта. И как вообще такое возможно? У нас есть закон об охране окружающей среды, у нас есть закон об особо охраняемых природных территориях, где у государственных биосферных заповедников это самый жесткий режим охраны, какой только может быть. И, соответственно, если вдруг такое возможно даже в самом жестком случае, в самом жестком режиме охраны, то, естественно, ни одна другая особо охраняемая природная территория не сможет гарантировать сохранение вот этого природного многообразия, ради чего она, собственно, создавалась. Поэтому мы стали внимательно изучать законодательство и увидели, да, что действительно в 2016 году была внесена поправка в закон об особо охраняемых природных территориях, которая позволила создавать на территории биосферных, в том числе государственных заповедников, так называемые биосферные полигоны. Причем в законе там написано то, что эти биосферные полигоны создаются в целях либо научного исследования, либо внедрения каких-то, ну, так скажем, новых, да, хозяйственных практик, да, которые при этом обеспечивают сохранение окружающей среды. Но и больше никак в этом законе это понятие не конкретизируется. Ну, естественно, мы начали искать какие-то подзаконные акты, да, там разные постановления, то есть которые могли бы, во-первых, раскрыть это понятие и, собственно, регламентировать какой-то порядок принятия этих решений. И все, что мы нашли, это, значит, тоже датировано в 2016 году, проект постановления правительства Российской Федерации об утверждении правила создания биосферных полигонов. Сразу скажу, да, что это постановление, оно так и не было принято. Хотя, в общем-то, если его изучить, там, в общем-то, все написано достаточно толково, ну, по крайней мере, на первый взгляд. То есть, значит, там, во-первых, требуется соблюдение одновременно сразу нескольких критериев, да, то есть, первый критерий, да, это экономическая целесообразность создания такой территории, второй, это полное сохранение экологии, то есть, то, что вреда не будет природе нанесено, значит, и то, что будут соблюдены все международные обязательства, поскольку, как уже было сказано, биосферные заповедники, они охраняются международной организацией ЮНЕСКО. Значит, процедура принятия такого решения включала в себя согласование с Министерством природы Российской Федерации, согласование, собственно, с самим ЮНЕСКО, общественное обсуждение и обязательно экологическая экспертиза. То есть, только при наличии, соответственно, вот этих четырех заключений, подтверждающих, что действительно биосфера будет находиться в безопасности, можно было бы, значит, данный какой-то проект биосферного полигона внедрять. Но, как я уже сказал, это постановление принято не было, ну, я думаю, по понятным причинам, потому что, собственно, чем меньше будет какой-то конкретики в нашем законодательстве, тем больше возможностей для какой-то коррупции. Вот, чем все лучше будет регламентировано и конкретизировано, тем меньше возможностей, значит, куда-то шаг вправо, шаг влево, значит, в своих интересах что-то вильнуть. Но вопрос возник, если в 16-м году вот эта поправка уже была пролоббирована, что же тогда мешало, значит, вот лоббистам вот этого проекта, которая задумка-то у них еще с очень давнишних годов существовала создать там этот курорт, что им мешало ее реализовать? И мы пришли к выводу, что мешала именно наша Конституция, потому что до внесения поправок 2020 года в Конституции значилось главенство международного права, то есть международных договоров над нашим российским законодательством. И сразу вспоминаются, значит, как со всех экранов нашего телевидения, значит, множество там разных, так скажем, патриотов, да, значит, там авторитетных людей разных, говорили то, что нам нужно обеспечить главенство национального права над международным, потому что мы суверенная держава и так далее. Не особо, как бы, возможно, скорее всего, они и сами не совсем понимали, что это означает. Вот, ну и очень многие люди, как бы, пользуясь, значит, то, что... Благодаря вот этому авторитету этих мнений звучало достаточно красиво, тоже, в общем-то, эту поправку могли поддержать. Ну, вот сейчас мы видим, что из-за того, что у нас в итоге внесены поправки в Конституцию, где сказано, что в том случае, если международный договор не соответствует нашему законодательству, то он не подлежит применению на территории Российской Федерации. И что у нас получается? У нас в законе написано, что есть такая штука, как биосферный полигон, и ее можно по решению правительства создавать на территории биосферного заповедника. И все. Ни про какое согласование с ЮНЕСКО у нас в нашем законодательстве не сказано. А, соответственно, наше законодательство давлеет, получается, на территории России над международными договорами. И получается, что, несмотря на то, что эта территория охраняется ЮНЕСКО, у ЮНЕСКО фактически нет рычагов воздействия. То есть наши чиновники не обременены какими-то обязательствами проводить согласование, проводить экологические экспертизы, проводить общественные обсуждения. То есть все, что нужно, это просто председатель правительства Российской Федерации, ну, по сути, поставить свою подпись под распоряжением о создании такой территории. Все. Не требуется никаких процедур, согласований и так далее. И, ну, чтобы, грубо говоря, как-то облечь это в какую-то форму легитимности, соответственно, для этого нужно заручиться каким-то якобы авторитетным мнением. Ну, и тут уже идут в ход разные, так сказать, лжеученые, значит, люди, которые готовы там за какое-то там вознаграждение там сказать все, что угодно, любую как бы ерунду, не подтвержденную никакими, да, научными изысканиями, научными доводами. Вот, поэтому я считаю, что это очень опасный прецедент. И, грубо говоря, на вот этом Кавказском заповеднике, если эта схема будет отработана, то я боюсь, что и, в общем-то, такая же судьба может постичь все остальные наши природные жемчужины. Поскольку это для такого бизнеса, это, по сути, самые лакомые кусочки. Ну, я вот хотелось бы дополнить, коль скоро мы вспомнили, как принималась поправка в Конституцию, поправки в Конституцию. И вот этот вот такой примененный опыт свадебных генералов, когда у нас в качестве, да, неких уважаемых лиц выступали спортсмены, политические деятели разного рода ученые, ветераны труда и прочее, видимо, практика эта так им понравилась. Я, честно говоря, честно пыталась каким-то образом это все запомнить, но бред запоминается очень тяжело. Ну и, соответственно, вот в качестве примера, да, у нас выходит там 13 марта статья, значит, на официальном ресурсе правительства, которое называется «Эксперты. Развитие Лаганаксского биосферного полигона возможно только при строгом выполнении природоохранного законодательства». Честно, уже вообще вот это вот название вызывает, ну, если не смех, то улыбку как минимум. А дальше у нас идет вот ряд как раз свадебных генералов, которые призваны убедить сообщество, да, гражданское в том, что эта инициатива, она прямо вот, ну, реально офигенная. Ну и кто у нас, да, в качестве вот таких вот лиц? Михаил Мишустин, да. Ну, я думаю, что интернет пестрит всем тем, чем у нас занимается Михаил Мишустин в качестве нашего председателя, насколько я знаю, да, правительства Российской Федерации. Поэтому в особом представлении он не нуждается. Сергей Шевелев – это директор как раз-таки этого Кавказского государственного заповедника. Если мне не изменяет память, в 2019 году фамилия Сергея Шевелева звучала в очень отрицательном контексте благодаря интервью, насколько я помню, издания «The Insider» в связи с информацией, которую предоставляли сотрудники данного заповедника и его бывшая гражданская жена. Помнится, что даже Шевелев подал в суд, я насколько знаю, суд принял решение данную статью, которая называлась, по-моему, «Охотился даже Медведев» убрать, собственно говоря, из общего доступа. А лейтмотив данной статьи заключался в том, что сотрудники писали о том, что данный директор применяет, ну, условно, рукоприкладство, да, там в качестве примеров приводились полеты пепельницы в лиц, да, то есть возможность там проткнуть ручкой там или чем-то острым человека, да, своего сотрудника. Вот. И в том числе о том, какими делами занимаются на территории данного заповедника, что там есть незаконно построенные дачи, что организуется незаконная охота, да. И, опять же, если вернуться к материалам тех лет, то можно найти материалы о смерти, по-моему, кого-то из чиновников при охоте на кабана, как раз-таки, по-моему, на территории данного Лаганакского биосферного заповедника. И вот этот вот человек, он, ну, приводится в данной статье в качестве некого эксперта. Далее там у нас Александр Козлов, это министр природных ресурсов и экологии. То есть, что у нас происходит сейчас с экологией, знаем все, да, то есть, в какую точку страны ты не поедешь. В общем-то, на какое поле, овраг, там, я не знаю, реку, кусок моря не зайдешь, везде мы видим эти проблемы. Вот. Ну и, соответственно, Александр Закандырин, это у нас Альянс Зеленых. Тоже можно почитать. Весьма интересный персонаж, который участвовал в качестве основной партии, продвигавшей на выборы губернатора, значит, Московской области несколько лет назад. Ну, по инсайду, который сливал под Воробьеву, в общем-то, своего, человек, который выставлял в данном случае Лилию Белову. Вот. Ну и, помимо этого, писатели, некие заслуженные лесоводы России, да, то есть, а, ну и вот о чем хотелось бы отдельно, да, поговорить, это о нашем заведующей кафедром экологии Юрием Сухоруких. Если мы набираем, значит, в интернете любую информацию, которая касается, да, этого заведующего кафедры, то первое, что мы видим, это, что в 2019 году этот человек получил звание профессора года. Ну и, казалось бы, да, такая регалия, которая, может быть, скажет там обывателю, что, да, действительно, как вот, надо прислушиваться к мнению, да, данного человека. На самом деле, профессор года он получил от некого российского профессорского собрания, где в интернете, в общем-то, люди пишут о том, что данное профессорское собрание рассылает некий спам с приглашениями на возмездной основе стать экспертом российского профессорского собрания по проведению профессионально-общественной аккредитации. То есть, ну, надо понимать, что это организация, которая условно создана для того, чтобы выдавать друг другу грамотные медальки, да, то есть мы собираемся неким сообществом, и я вот Анатолий Николаевич, там, назначают, там, царем Молокова, там, да, а Жанну, к примеру, там, принцессой совхоза имени Ленина. Но, ну, допустим, да, все понимаем, что, в общем-то, эти звания и медальки, они значат ровно, ну, как бы, ноль, да. Вот, и тем не менее, да, в данной статье данный человек указан, как вот его кафедра, которая, впрочем-то, и дала заключение в отношении данной территории. И самое неприятное, что именно люди такого масштаба, которые готовят студентов, да, которые занимаются подготовкой профессиональных кадров, и являются, ну, неким членами экспертного сообщества, вот так позорят, да, это экспертное сообщество с заявлениями о том, что данная территория не представляет собой сейчас никакого биологического, биологической ценности. Ну, и хочется сказать правильно, да, мы вот сейчас вспоминали ЮНЕСКО, ну, что такое ЮНЕСКО, да, боже мой, это же, ну, как говорится, лохи, да, вот у нас же есть вот заведующий целой кафедрой, да, вот это светило науке мировой. А то, что работают специалисты, профессора там, светило действительно мировой науке, ну, что ж, это можно игнорировать в принципе. И вот как раз вот эта вот вся показушная часть проводимого вот этого вот сейчас отвратительного, абсолютно мерзопакостного действия, которое называется вот превращением наших биологически, значит, ценных территорий в ничто, в общем-то имеет полную связь даже внешнюю с тем, как это было и происходило с Конституцией и поправками. Ну, вообще, я хочу сказать, что это вот позор науке, да, то есть ученые, кто должен, для кого истина должна быть на первом месте, вот, кто, ну, должен быть готов за истину, собственно, положить свою голову, как там, ну, например, тот же Джордана Бруно и так далее, значит, вместо этого он за какие-то там блага, да, земные, там, готов любое заключение, значит, подделать, какое только выгодно, значит, там, власть придержащим. Это просто позор науке, я считаю. Ну, сейчас, на самом деле, столько проблем в экологии, в принципе, не только взять, брать Краснодарский край, и вообще, в принципе, в России, в каждой точке, наверное, России сейчас просто экологическая катастрофа происходит. Но, тем не менее, если мы сейчас говорим о Краснодарском крае, то, допустим, вот, лето 2020 года, это же катастрофически обмелело Кубань, катастрофически обмелело водохранилище Краснодарское. И вместо того, чтобы деньги сейчас направить на расчистку русел, на чистку рек, мы берем и продолжаем дальше уничтожать уникальное место, которое, в принципе, мирового масштаба, скажем так. Мы говорим о месте, в котором мы не были и не знаем, да, мы видим его на фотографиях. Человек просто, ну, в общем-то... Это моя родина, можно сказать, да, и я... Для меня это просто нож в сердце, поэтому я очень переживаю за все это. И для меня просто очень странно, почему люди не направят действительно в нужное русло эти деньги. Там же на огромные деньги сейчас будут вертеться. И вместо того, чтобы взять и поправить положение, то, которое существует, мы, наоборот, продолжаем уничтожать, в принципе... Ну, мы рубим сук, на котором мы сидим, да. Недаром уже говорят, когда мы отравим последнюю реку, когда мы поймаем последнюю рыбу, когда мы поймаем последнюю птицу, мы... Деньги есть нельзя. Мы поймем, что деньги есть нельзя. Поэтому не туда все это направлено. Там, на этой территории... Ну, нет, там и Дельвейс, наверное, как раз, да, было? Да, да. И вот, если смотреть фотографии, там очень много стелл с перечислением фамилий, да, вот, что раскопки делали люди, восстанавливали, да, вот, ну, как бы, для того, чтобы память была хоть какая-то о солдатах, которые там погибли. Ну, это, помимо всего прочего, предлагается что сделать? Горнолыжный курорт на костях. То есть, ну, давайте поржем и покатаемся, да, собственно говоря, ну, хрустнет там пару косточек там или черепов подо мной. Это вообще, ну, реальное варварство. Мы когда там были, там нам не разрешали даже цветы сорвать. Тут просто цветы растут, полят, цветы растут. Нам не разрешали срывать цветы, потому что вот... Потому что они вот редкие, потому что вы неизвестно, какой вы там из них сорвете. Так там не хотелось их срывать, там просто хочется ходить и смотреть. Любовая все. Просто сидеть и смотреть, да. У нас Россия настолько большая страна, что если, как бы, ну, в главу угла ставить научный подход, да, какой-то рациональный, то ведь можно найти место для всего. Можно найти место и для горнолыжного курорта. Можно найти место там для завода, можно найти место для города, да, для чего угодно, при этом нанеся минимальнейший вред природе. Просто если подойти к этому с умом, а не с каким-то вот хапужничеством. Вот и все, то есть просто с умом. Ну вот как пишет один из этих уже экспертов, вот этот заслуженный какой-то лесовод России, ко мне приходят люди и жалуются, много лесов насаждали, пользоваться мы не можем своими территориями. Это дичь. Там целая трагедия по поводу лесов. Там еще в 90-е года, в 90-е, в 2000-е, там вырубалось настолько варварски все, настолько варварски, просто реки, у нас речка, две реки течет, Хадашка и Пшиш в городе. Ну, Пшиш еще кое-как там функционирует. Хадашка это просто лужа. Это вот теперь ручеек, когда-то это была вот полноводная река. Сейчас еще одна большая проблема, это зона у нас в городе находится, ну, зона. И все сливы, а так как это федерального значения, скажем, предприятие, не предприятие. Справится нам через это. Да. А все, что с ней связано, это решается на федеральном уровне. У них все сливы идут вот в эту Хадашку. Но мало того, что там и так уже от реки ничего не осталось, еще и вот это вот все идет туда. И сделать с этим никто ничего не может, потому что это на федеральном уровне должно решаться. И вот так вот, ну, куда ни копни, вот все так. Вот мы когда росли, мы же купались, в этой Хадашке купались. Я уже молчу о родителях наших, которые все время проводили в реках и в лесах. Потом вот это варварское вырубание лесов. Их вырубили так, что реки стали мельчать. Ну, они просто вот, Хадашка, на нее страшно, без слез не взглянешь. А Пшиш, он весь заилиный. Но там тоже говорят, вот сейчас, допустим, те же наводнения прошлись. Там заили. Да, наводнения прошлись. Значит, надо расчистить. Значит, надо что-то с этим сделать. Но раньше же не было такого. Да, в наше время тоже там были наводнения. Мы купались в чистых реках. Мы со школы сбегали на речку купаться. Тоже после школы бегали туда купаться. Все лето мы проводили на речках. У нас всегда толпы были на речках. А сейчас, к сожалению... Но зато, вот опять же, одна из жалоб, которая в этой статье приводится, заключается в том, что кто-то действительно же из местных жителей, те, которые позиционируются в этой статье, как некие там аксакалы местные, там уважаемые люди говорят, да, у нас на территории здесь столько ОПТ, что уже ногой вступить негде. Опять же, ну, это полнейшая какая-то глупость и чушь. Бред. Ну, на самом деле, честно говоря, в этой программе хотелось бы передать от всех жителей Ленинского городского округа привет всем защитникам биосферного заповедника Лаганаки. Я знаю, что сейчас люди проводят титаническую работу по документам, по обращениям, по петициям, по распространению этой информации. Поэтому, честно говоря, мы со своим уничтоженным уже практически на полную подмосковьем прекрасно понимаем, чем это может закончиться для таких мест, как Лаганаки. Поэтому, ребят, держитесь. И, ну, чем сможем, тем поможем. Подмосковье с вами.